В Центре интеллектуального развития детей и молодёжи состоялась ярмарка мастеров. Очередная творческая встреча прошла в рамках проекта «Мама может». Для участников подготовили интересную программу – мастер-классы, уроки семейного рукоделия, выставку творческих работ и забавные игры. Мягкие игрушки, декоративные букеты, роскошные наборы из акриловой смолы, интерьерные украшения с фоамирана и шерсти – от многочисленных работ на выставке мастеров глаза разбегаются. Свои изделия представил и Андрей Беляев. Кроме рисунка живописи, композиции, я ещё занимаюсь художественной обработкой бересты. И на данной небольшой выставке представлены мои работы. Главным образом – это сувениры различного плана. Там и маленькие брошечки есть, и «Птица счастья», и «Покрупнее панно». Берестой я начал заниматься уже сравнительно давно, около 12 лет. Светлана Липатова – опытная мастерица. Раньше проводила занятия рукоделием в воскресной школе. Теперь творит для души дома. За два десятка лет она успела попробовать себя в самых разных техниках декоративно-прикладного творчества. Какое-то время увлекалась декупажем, какое-то время увлекалась валяниями шерсти. Но сейчас больше у меня работа из фоамирана. То есть тоже такой материал интересный, из которого можно изготовить, как представлены здесь, и светильники, и цветы, и игрушки. Я работаю культа-организатором в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Центра социального обслуживания населения. В последнее время очень понравилось нашим посетителям заниматься, например, эпоксидной смолой. Они делают себе украшения. Здесь они представлены на выставке. Сегодня Ольга проводит необычный мастер-класс. Участников проекта «Мама может» она переносит в Японию и обучает работе в технике канзаши. Первый раз я пробую сделать из такого материала. Это ленты атласные, которые мы тут поджигаем. То есть не нужны ни нитки, ни сшивать, ни иголки, ничего. Очень интересная техника. Будем носить такие украшения. Ольга Стоянова заведует отделением хореографии в детской школе искусств. Участникам проекта она представила свою авторскую программу «Бэби-балет». Комплекс упражнений формирует у малышей эстетический вкус, любовь к классической музыке, гармонии и красоте. К тому же это увлечение полезно для детского организма. В первую очередь это здоровье, это красивая осанка. Это расширяется кругозор ребёнка, физические качества. Это дисциплинирует детей, что в дальнейшем для дошкольников – это подготовка к школе своеобразная. Дети умеют концентрировать внимание, сосредотачиваться лучше, развивается координация. Любовь Потапова – постоянная участница проекта. Уверена, для активного развития малышу необходима счастливая, довольная и спокойная мама. А раскрыть потенциал ребёнка помогают занятия творчеством. Поговорим о динозаврах, кто они такие, откуда они произошли. Это будут рассказывать дети, потому что они сейчас очень много знают о динозаврах. А потом мы с ними нарисуем подвижных динозавров, которыми можно будет потом поиграть. И маленькие, и большие. Динозаврами, по-моему, в любом возрасте увлекаются дети. Да, это такие животные. А вы их видели в зоопарке? Нет. А где вы их видели? В книжках, наверное, в телевизоре видели, да? А почему их сейчас нет в зоопарке? Потому что они вымерли. Молодые и опытные, кто только планирует пополнить ряды мам и кто уже готов поделиться мудрым советом. Каждый месяц они собираются в Центре интеллектуального развития, чтобы пообщаться и отдохнуть вместе со своими детьми. За три года реализации проект «Мама может» полюбили многие семьи. В мае он получил поддержку в грантовом конкурсе «Родные города». Совсем скоро здесь появится новое оборудование. Мы закупим чудесный конструктор «Фанкластик». Мы его подсмотрели у своих коллег из Центра технического творчества. И я уверена, папам будет гораздо интереснее проводить время здесь, в нашем проекте. У нас появятся два планшета для чтения 4D-книжек. И посетителям не придется разряжать свои сотовые телефоны для того, чтобы познакомиться с дополненной реальностью. С каждым годом проект «Мама может» растет, развивается. И каждая новая встреча для участников – настоящее открытие. Следующая встреча, которая пройдет в июне, будет как раз посвящена Дню Отца. И мы приглашаем в семейные команды, где папы смогут себя проявить в полной мере. Поэтому мы уверены, что у нашего проекта скоро изменится девиз. И не только мамы смогут расправить свои крылья и летать, но и папы тоже. Наталья Матюшкина, Петр Князев. Новости Муравленко.